Полицейские байки Корректор А.Кулакова Вот так-то и заканчивается Твоя долгая и беспорочная служба Пан Вах, мистер Голуб Тихо, уныло, незаметно А что бы ты хотел Напоследок, старик Чтобы здесь вот На пороге полицейского участка Кого-нибудь прикончили Пронеси, Господи На сроду ничего похожего Не бывало Место тихое, все друг друга знают Воры своих полицейских Полицейские, своих воров У каждого своя работа Да, Голуб Завтра Будешь ты уже не пан полицейский, вахмистр А отставной Пан Вахмистр И ничего с этим не подделаешь Такого течения жизни Пан Вахмистр Так что я, значит, явился И, значит, это Отправляюсь на вход Ты кто? Как кто? Полицейский блях 141 Прозываюсь я Мразек Выходит, так я и не научил тебя, Ян Мразек Настоящим полицейским манерам Не успел Виноват Мы все, сколько нас ни наесть В расстройстве Насчет того, что вы в отставку Хоть и пан Вахмистр Да ладно тебе Насчет манер Так я стараюсь, пан Вахмистр Старается он Иди уж Если заметишь хоть что-то подозрительное Сразу докладывай Это уж как водится Так я пошел, пан Вахмистр Пошел, пошел Иди, говорю Эх Молодежь, молодежь Помнится, давным-давно Когда я еще служил в конной полиции Наш капрал Царство ему небесное Говаривал Сами по себе комары Еще не наказание господнее Комары становятся наказанием господним Когда их много Да Помолчает бывало Трубочку свою раскурит и добавит Так же И дураки Хе-хе-хе-хе Хе-хе-хе-хе Что такое Грубое нарушение тишины В общественном месте В неположенное время Эй Певцы Сюда немедленно Для составления Протокола Не надо протокола Пан Вахместер Это мы Полицейские рыбки К вашему слугам Полицейские груши Счастлив вас приветствовать Явились Скоротать с вами Ваше последнее дежурство Пан Вахместер Проводить Отметить Посидеть Выпить доброго пива Это мы принесли Посидеть Ну и конечно вас послушать Окажите честь Пан Вахместер И для этого Надо было горланить На пороге Полицейского участка Эх вы Озорники Эдакие Спасибо Что пришли Уважили Старика Спасибо Ну Чем вас Садитесь Наливайте Это именно Так Сейчас мы А так Присаживайтесь Удобней Вот Ну 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 Вот так Ну За процветание Нашей полиции Пусть себе живет И здравствует Во веки веков Пусть живет И за вас Пан Гол Эх За меня успеем За полицию Надо Отдельно Скажите Пан Вахместер А вот вам Хотелось когда-нибудь раскрыть Преступление века Ну Такое дело За которое Тебя сразу зауважают Тут тебе и слава Тут тебе Статьи в газетах Может быть даже с портретом Следующий чин Быстренько присвоит Жалования прибавит Да не о том ты Груша Ты все не о том Жалования чин Раскрыть преступление века Это такая удача Ведь тогда Любимая девушка Сразу поймет Кто рядом с ней Это и есть самое важное Я и в мыслях Такого никогда не держал Да На мой век Хватило воров Да воришек Аферистов Да мошенников Всякого рода Конечно Прибавка к жалованию Любому полицейскому Кстати А вот все прочее Эх Шумиха всякая Газеты Портреты Зачем это Я человек скромный Вот Вот что герои Мразик ушел И пропал Пойти поглядеть самому Все ли в порядке Да Сидите вы Погодите Сидите Явится мразик Никуда не денется Я вот убежден К нашему делу Следует относиться Философски Как как? Философски Если суждено Чему случиться Оно случится А вот когда случится Тогда и будем разбираться Кто виноват Философ Погоди же ты А ты рыбка Как думаешь? Я? Да Да я бровый не знаю А еще в моей философии Есть такой пункт Кроме полицейского Никто Никогда Не разберется В том Что случилось Вот это вот Правильная философия А вот Пан Вахместер Извините Но тут я не согласен Вот как А это почему же? А потому что иногда Нашему брату Может существенно Помочь кто-нибудь Кто не имеет Ну Никакого отношения К полиции Интересно Да А ну-ка выкладывай Выкладывай рыбка Все как было Так вот Так Доложите о происшествии Полицейский мразок Докладываю Пан Рыбка Значит В 4 часа утра На житной улице Автомобиль Сбил старуху И скрылся А с какой скоростью Шел автомобиль? С бешеной Так и запишем С бешеной Итак Исходя из того Что вы рассказали мне раньше Следует Что вы увидели В 300 метрах от вас Быстро удалявшийся автомобиль А на земле Распростертое тело Так оно и было Что же вы прежде всего сделали? Само собой Подбежал к пострадавшей Чтобы оказать ей первую помощь Эх вы Сначала надо было заметить номер машины А потом уже А впрочем я наверное поступил бы так же Значит номер машины вы не заметили Ну а что же вы заметили? Вроде бы машина была темного цвета Да? А точнее? А точнее синее Или темно-красное Точнее не можете? Из глушителя валил дым И ничего не было видно О господи Ну как мне теперь прикажете Искать эту машину? Уж и не знаю Вот и я не знаю Может прикажете бегать От шофера к шоферу И спрашивать? Господин хороший Это не вы случайно Сшибли старуху на житной улице? Ну? Что молчите? Ну как тут быть? Скажите-ка любезнейший Осмелюсь доложить Я привел с собой одного свидетеля Вот это молодец Только этот свидетель ничего не знает Он ждет рядом в комнате Давайте вот сюда Слушаюсь, пан Рыбка Эй, господин студент Пожалуйте Здравствуйте Мое почтение Фамилия и место жительства Кралик Ян Студент механического факультета Живу тут неподалеку Вы были очевидцем того Как сегодня в 4 утра Неизвестная машина сбила Бажену Махачкову Да И я должен заявить Что виноват шофер Ну судите сами Улица была совершенно пуста И если бы он сбавил ход на перекрестке Так Как далеко вы были от места происшествия? В 10 шагах Я провожал своего приятеля И когда мы проходили пожитные улицы Приятель, минуточку Полицейский мразок Я Почему не доложили про приятеля? У меня в протоколе Никакой приятель не значится Так толку-то от него еще меньше Чем от этого Извините Грубовато, но пожалуй верно Мой приятель поэт Ярослав Нерод От него вы ровным счетом Ничего не добьетесь Это почему? Ну потому что он У него такая поэтическая натура Когда произошел этот несчастный случай Он расплакался и как ребенок И побежал домой Здоровенный такой верзила Помолчите, полицейский мразок Слушаюсь, подрывка Продолжайте, свидетель Итак, мы шли по житной улице Вдруг откуда-то сзади Выскочила машина Мчавшаяся на предельной скорости Так, 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 номер машины Извините, я не заметил Я обратил внимание лишь на бешеную скорость И говорю себе Какого типа была машина? Четырехтактный двигатель Внутреннего сгорания О, господи, какой марки? А вот в марках Я, извините, не разбираюсь Тогда скажите Какого цвета кузов? Кто сидел в машине? Открытая или лимузин? Не знаю Цвет кажется черный Но, в общем, я не заметил Потому что, когда произошло несчастье Как раз обернулся к приятелю Смотри, говорю Каковы мерзавцы Сбили человека И даже не остановились Да Это, конечно, естественная реакция Но я предпочел бы Чтобы вы заметили номер машины Увы Просто удивительно До чего невнимательные люди Вот вам ясно, что виноват шофер? Ну, конечно Вы правильно заключаете Те, кто в машине мерзавцы А как же, иначе Да, да А вот на номер машины Вы ноль внимания Ну, тут мне нечего вам сказать Ну, что ж, благодарю вас Господин студент Я вас больше не задерживаю Да Придется искать другого Свидетеля Кого это несет в такую рань? Откройте, полиция! Полиция? А что ж я такого натворил? Че, я могу быть полезен, господин полицайский? Вы поэт Ярослав Нерл? Я? А что? Тогда позвольте войти Давайте немного побеседуем Проходите, прошу вас, садитесь Спасибо Мне тут стало известно Что вы были очевидцем того Как неизвестный автомобиль Сбил Бажену Махачкову Да Ну, тогда помогите следствию Можете вы сказать Какая была машина Открытая, закрытая Цвет Количество пассажиров Номер Ну, что вы молчите? Я размышляю Ну, и как? Нет, я ничего не могу вам сказать Я на это не обратил внимания Я вас очень прошу Припомните какую-нибудь мелочь Какую-нибудь подробность Ой, да что вы Я никогда не замечаю подробностей Черт возьми А что же вы вообще заметили? Скажите, пожалуйста Самую суть события Его настроение Это, знаете ли Безлюдную улицу Длинную Предрассветную И женская фигура на земле Ба, постойте Да ведь я написал об этом стихи Когда пришел Сейчас Сейчас, сейчас Одну минуточку Одну Одну минуточку Так, так, так Это, нет, это Вот оно А ну, покажите Я не знаю, право Это не из лучших моих стихов Но Если вы настаиваете Ну, что ж, я прочту Дома в строю Темнели сквозь ажур Рассвет уже играл на мандолине Краснела дева В дальний Сингапур Вы уносились в гоночной машине Повержен в пыль надломленный тюльпан Умолкла страсть Безволие Забвенье О шее лебедя О грудь О барабан И эти палочки Трагедии Знаменья Вот и все Я не понимаю Вы что, смеетесь надо мной? Что вы? Извините, но что это значит? О чем тут, собственно, речь? Вы меня удивляете Здесь рассказано О происшествии с машиной А разве вам непонятно? Да нет, как-то непонятно Как-то из всего этого не следует Что, как сказано в моем протоколе Вот тут вот Июля пятнадцатого дня В четыре часа утра На Житной улице Автомобиль Номер такой-то Знать бы какой Сбил с ног Шестидесятилетнюю нищенку Бажену Махачкову Бывшую в нетрезвом виде Пострадавшей Отправлены в городскую больницу Обо всех этих фактах В ваших стихах Насколько я могу Заметить Нет ни слова Да-с Но все это внешние факты Сырая действительность А поэзия Те зрительные И слуховые ассоциации Которыми должен Проникнуться читатель И тогда он поймет Так, значит, выходит Что я должен проникнуться Мне больше ничего не остается Прекрасное решение Хорошо, давайте сюда ваш опус Ну что ж, будем разбираться Так Дома В строю темнели Сквозь ажур Вот почему в строю? Ну и с ней ясного Житная улица Ну что такое Житная улица? Два ряда домов А почему это не обозначает Национальный проспект? А потому что Это обозначает Житную улицу Дальше Рассвет А почему именно в Сингапур Боже мой А действительно А может быть потому что там живут малайцы? А при чем тут малайцы? Вы знаете, пан полицейский А тут Есть над чем подумать А может быть машина была Коричневого цвета? Что? Коричневого? Вы что уверены? Откуда мне знать? Но что-то коричневое Непременно было Иначе откуда было бы взяться Сингапуру? Так это что я не понимаю Это вы меня спрашиваете? Между прочим Другие свидетели Говорили, что авто Было синее Темно-красное И черное Так и кому прикажете верить? Мне разумеется Это почему? А потому что мой цвет Приятнее для глаза Так читаем дальше О господи Повержен в пыль Надломленный тюльпан Это выстал про пьяную поберушку Ну не мог же я так о ней написать Ну это была женщина Вот и все Неужели непонятно? Благодарю вас Чем дальше Тем все понятнее и понятнее Так а вот это что? О шее лебедь О грудь О барабан Это что? Свободные ассоциации? Это что я написал? Ну не я же Покажите-ка На, пожалуйста Вот здесь и лебедь Действительно О шее лебедя О грудь О барабан И эти пал Боже мой, как интересно А что бы все это значило? Да, вы знаете Вот мне Тоже очень интересно Что бы все это значило? Постойте 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 Ну что-нибудь же мне подсказало Эти образы? А что? Скажите Пан полицейский А вам не кажется Что двойка Похожа на лебединую шею? Да Вот я пишу Два Взгляните-ка Это уже что-то А как же О грудь? Да ведь Это цифра три Она состоит Из двух округлостей Не так ли? Так Остается Барабан и палочки Барабаны И палочки Так ничего не может быть проще Это пятерка Смотрите сами Нижний кружок Словно барабан А над ним палочки Одна так А другая этак Так 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 Значит Вы, пампоэт Уверены Что номер авто Был Двести Тридцать пять Номер? Да А я не заметил Никакого номера Нет Ну что-то такое Там было Иначе Я бы не написал Вы знаете По-моему Это самое удачное место Как вы думаете? Кого это там еще принесло? Откройте полиция Здравствуйте, пампоэт Пан полицейский Очень рад Прошу вас Прошу А я как раз Закончил Новое стихотворение Спасибо Спасибо Как-нибудь в другой раз Я, знаете ли, на минутку Зашел только сказать вам Что это действительно Было авто Номер двести тридцать пять Авто? Какое авто? Ну как же Лучше лебеди У грудь У барабан И эти палочки И насчет Сингапура Когда у меня будет Такой же случай Я обязательно Ладно До свидания Всего доброго Ай да поэт Ай да рыбка Я готов повторить за вами Молодой человек Ай да поэт А вот Насчет вашего коллеги Вижу, вам не понравилась Моя история Пан Голуб Я подозреваю, что Именно после встречи С этим рифмоплетом Вы и начали Сами кропать стишки Признаюсь Дело было так Хотя до автора стихов О Сингапуре Мне далеко Но чем же Вы все-таки Недовольный, Пан Голуб А я люблю, чтобы Каждый занимался Своим делом Поэт своим А полицейский своим Вот скажите Что было бы Если бы не Вот этот вот поэт Не его стихи Ну не знаю Может статус Ничего бы и не было И тогда потерпевший Не видеть бы Пятидесяти крон Которые суд взыскал С владельца коричневого авто В ее пользу Ну понятно Если бы поэт Об этом рассказывал Его можно было бы понять А на вашем месте Я бы постеснялся Пан Голуб Да что ж тут Такого постыдного Пан Голуб А может вы сыграете Что-нибудь другое Я рад бы Да вот не умею В Польке, конечно Есть что-то легкомысленное Я и сам предпочитаю Серьезную музыку И потому хожу На похороны Всех значительных людей В нашем городе Да Ну Можно конечно попробовать Не надо Ну не надо Не надо, не надо Пан Голуб Лучше Польку Да, лучше Польку Не надо Ну как желаете Доброго всем вечера Я с докладом Как разговариваешь Словно Словно не на участок явился Пусть снимает Чтоб не свалилось Кому-нибудь на голову И это все Да вроде все Пан Вакмистер Ну раз все Иди И дежурь дальше Преступностью на нашем участке Дело обстоит из рук Вон плохо Не на чем развернуться Себя показать Эх, молодежь Молодежь Все мечтаете раскрыть Преступление века Кстати Объясните мне Старику Что вы под этим понимаете Это пан Вакмистер Такое преступление Ну Чудовищное Необыкновенное Какого не только На нашем участке Но и во всем городе Сроду не бывало Э нет Бери выше Если преступление века То тут могут быть затронуты Даже государственные интересы Тут могут пострадать Самые значительные люди Вплоть до министра Что, что? Государственные интересы Министры? Да Ой Если бы вы растолковали мне Это лет двадцать назад Недотепа я Недотепа О чем это вы, Пан Губ Ребята Когда мне было столько Сколько вам сейчас Я Раскрыл Преступление Века Да Алло Говорит полковник Генерального штаба Аппл Немедленно пришлите ко мне Двух чинов военной полиции И передайте подполковнику Врзалу Ну да Да Ну из отделения разведки И контрразведки Что случилось? А вот это вас не касается Молодой человек Ваше дело Передать подполковнику Чтобы он сейчас же Прибыл ко мне Вот именно сейчас же А черт Именно ночью Возьмет машину Да побыстрее Побыстрее Черт вас Возьми Я имел самое прямое касательство К этой истории Но включился в нее Так сказать Со второй половины Вы спросите Откуда же мне известны первые? А я вам отвечу Если у самого важного Самого секретного господина Есть жена В конце концов О его секретах Узнает весь город Можете мне поверить Господин полковник Здесь внимание Что случилось? Случилось Случилось Дорогой Случилось Садись, друг И давай без чинов Благодарю Значит Вот что Просто выговорить страшно Не беспокойтесь Господин полковник Я думаю Нашему отделу разведки Контрразведки По плечу Любое дело Да хорошо бы Если так Простите 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 Что я вмешиваюсь Но я должна сказать Подполковник Если вы не поможете Моему мужу Он пустит себе Пулю в лоб Больше ему ничего Не остается Сколько раз Я просил тебя Душенька Не вмешиваться В мои служебные дела Если дело Касается твоей карьеры Это наши дела Между прочим У нас дети Двое А теперь А теперь я ухожу Спасибо Ушла? Да Ампл Что такое Неужели Растрата Казенной линии Да с этим бы Я сам разобрался Без помощи Разведки И контрразведки Дело Гораздо хуже Понимаешь Пренеприятные истории Что такое Дурацкое свинство Нелепая случайность Черт бы ее Побрал Это Катастрофа Это Драгедия Душенька Я Ухожу 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 Ушла? Да Представь себе Позавчера Начальник Генерального штаба Дал мне Один документ И говорит Обработайте Это Дома Так Чем меньше Людей будет знать Тем лучше Сослуживцем Нигугу Даю тебе Отпуск Марш Домой И Задел Документ Береги Как Синицу Ока Ну и вот А что это был За документ? Да это Что уж Теперь Теперь Могу сказать Он был Из отделения С Черт Вот имя Нестемнительно Ну и Что же дальше? Так вот Видишь Вчера Я работал Над ним Весь День Но куда было Девать его На ночь? Ну вот скажи Куда? Запрятать В письменный стол Помилуй бог Что ты Это не годится? Вот и я Так подумал В сейф Павелик В сейф Сейфа у меня нет Да Если кто-нибудь Узнал бы Что у тебя дома Такой документ Овощ Кто-нибудь Из тех Кем занимается Мое Отдел Ты понимаешь? Может быть Все что угодно Так вот И я так подумал И вот тогда Жена Посоветовала Мне А что? Я знала Я знала Душенька Я была уверена Что все Кончится этим Я знала Что мой дорогой муженек Все свалит на меня Мало мне забот По дому И с двумя сорванцами Я должна еще прятать его Паршивые документы Душенька 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 Никто тебя ни в чем не обвиняет Ставь И не стой в дверях Ты простудишься А? Садись Раз уж пришла Вот сама Все Расскажи подполковнику Давно бы так Он Бегал по всему дому С этими своими бумагами Запихивал их То под матрас Куда? Да То в буфет И разбил при этом Две тарелки Из моего фамильного сервиза Душенька Душенька Как ты можешь сейчас О каких-то тарелках говорить? Это не какие-то тарелки Это саксонский фарфор Дорогой мой Так вот Так вот подполковник Когда я поняла Что муж будет метаться С этими бумагами по дому Пока еще что-нибудь Не разобьет Я ему и посоветую Она мне посоветовала Давай положим твои бумаги В жестяную коробку Из-под макарон И уберем в кладовку Я кладовку всегда запираю сама И ключ беру с собой Наша служанка ужасные обжоры Ну скажите мне подполковник Кому придет в голову Искать документ среди жестянок С крупами и банок с вареньем Однако пришло Как видно В кладовой Двойные или простые рамы? Тысячи чертей простые Ну а дальше-то что? Дальше вот что Я расскажу В два часа ночи слышу Внизу визжит служанка Я вниз спрашиваю В чем дело? Она ревет В кладовке вор В кладовке вор Тут душенька побежала наверх За ключами и за мной Пока она искала ключи А я Револьвер Сам понимаешь Опоздали Опоздали Такая подлая штука Открываем дверь Окно в кладовке взломано Жестянки нет Жестянки нет А вора и след простыл След простыл Госпожа Ампл Да Я очень благодарен вам За все что вы Мне рассказали Да Но теперь извините меня Мне просто необходимо Поговорить с вашим мужем Наедине О пожалуйста Да душу Я понимаю Государственные дела Государственные дела Конечно Восходите Марии Марии Почему ты торчишь Послушиваешь Он просто сладу нет С этой прислугой Ушла? Да Кто кроме вас И госпожи Ампл Знал о том Куда спрятан документы Никто Клянусь честью Верю А где вы прятали документ В Жестянку? Вот здесь Вот у этого стола Где стояла Жестянка? Жестянка? Погоди-ка Я сидел Вот тут А Жестянка Жестянка стояла передо мной Вот здесь Улица довольно узкая Очень-очень Да Отсюда прекрасно видно Что делается в доме напротив Вы Полковник Задернули портьеру Перед тем Как спрятали документы Не помню Жаль Напротив живет Директор банка Я с ним не знаком Но окажется Очень подозрительной Личностью Напротив Да Кажется Мы Напали на след Да что ты говоришь Ну я не стал бы торопиться С выводами Нужно еще осмотреть кладовку Да-да-да-да-да-да Советую вам Пока Не покидать дом Я поставлю Возле часовых Зачем? На всякий случай Мало ли как Повернется дело Понимаю Но ведь ты Найдешь Документ Постараюсь Во всяком случае Пущу в ход Весь аппарат Контрасведки Весь Карл Ты не завтракал И не обедал Да я не завтракал И не обедал Ну съешь Хоть что-нибудь Оставь меня В покое Душенька Я хочу Быть один Тут К тебе пришли Ах так Проси Интересно Кого же они прислали Арестовать Меня Разрешить Представиться Голубь Из полицейского участка Что вам надо? Говорят У вас Обчистили Кладовку Так вот Я и пришел А вам-то Какое дело? Освязь Доложить Что это Наш участок Так служанка ваша Всю эту историю Рассказала Ну сегодня Вулочной Только этого Не хватало Ну так я и говорю Начальству Я туда загляну А оно То есть начальство Да Говорит Валяй Да Не стоило беспокоиться У Крандино Только жестянка С макаронами Бросьте Это дело Странно Странно Что не сперли Ничего больше Я полагаю Ему кто-нибудь помешал Очень может быть Ну Всего хорошего Ой Прошу прощения Но я прежде чем Явиться сюда Кое-что предпринял Ну Что же вы такое предприняли Позвольте вас спросить Первонаперво Осмотрел Открытое окно В кладовке Вот снаружи Так Ну чтобы никого не беспокоить Да Открыто Оно Долотом И ясное дело Побывал здесь Или Пепик Или Андерлик Вот как Долотом Да Да вы присядьте Господин Как вас Голуб С вашего позволения Присядьте Господин Голуб Спасибо Слушай Да Вот я и говорю Пепик Или Андерлик Это их работа Ага Но Пепик сейчас сидит Ах так Да Если бы было выдавлено стекло Так это мог бы быть Дундер Лойза Новак Госичка Или Климент Боже Да 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 Но здесь вот Судя по всему Работал Андерлик Вот так я и подумал И вы уверены Что не ошиблись? Я мог ошибиться Только в одном Единственном случае Если бы в наших краях Появился новый Специалист по кладовкам Но это едва ли Это едва ли Собственно говоря Меркл Он тоже иногда Работает долотом Но он же не занимается Кладовками Никогда Никогда Нет Он обычно Влезает в квартиру Через окно В уборной Вот И берет только белье В уборной Да О господи Ой да что же это я тут У вас рассиживаюсь Ничего Ничего Я побегу К Андерлику Ага Ну хорошо Бегите Бегите Да Кланяйтесь ему От меня Как потрясающе Тупы эти полицейские Ну хоть бы Поинтересовался Оттисками пальцев Или там Следами В этом был бы Какой-то Криминалистический подход Да Куда Нашей полиции До контрразведки Хотел бы я знать Что сейчас делает Врзал Алло барышня Генеральный штаб Второй отдел Говорит полковник Гампл Мне нужен Подполковник Врзал Я знаю Что он занят И все таки Попрошу Позвать его К телефону Врзал Ты Как Дела Да Да я знаю Что ты не имеешь права Но Будь так добра Ну скажи Удалось Да Или нет Ну что ты Молчи Да Все еще Ничего Да я понимаю Что трудное дело Но Минуточку Минуточку Врзал Прошу тебя Если я Охотно бы Объявил Награду В десять Тысяч Тому Кто Найдет Вора Из моих Личных Средств Понимаешь Больше я дать Не могу Но за такую Услугу Ну ладно Это мое Личное дело Официально Этого Нельзя Я знаю Но если бы ты Намекнул Своим людям Что мол Полковник Ампл Обещал Десять Тысяч Ну ладно Пусть это Сделает Твой вахместер Пожалуйста Хорошо Ну спасибо Отдыхай Именем закона Карл Отдай документы Краснись Карл Карл Ох Приснится Жечь Что с тобой Душенька Экзамен По баллистике Снова сдаю Потом Этот Врзал И с ним Триста Да нет Четыреста Сыщиков Поймали Вора Боже мой Зачем ты меня Разбудил Там Там Опять Пришел этот Из полиции Из полиции Гони его А он не уходит Говорит Важное дело Такой Назойный Да Ну что ж Зови Хорошо Хорошо Вот и я Разжить Должить Это был он Кто Как кто Андролик Да больше ведь некому Пепик то сидит Да на вас с вашим Андроликом Да как это ну Господин полковник Ведь Андролик то украл Жестянку Из вашей кладовой Да вы не волнуйтесь Что Да вы не волнуйтесь Господин полковник Он уже сидит Что Да у нас в участке Я извиняюсь Я только Вот Я только пришел спросить Андролик говорит Что там Что там не было Макарон Ну Да не было А только бумаги Что Врет он или нет Молодой человек Молодой человек Где Эти бумаги Где Давайте их сюда Да тут они Тут у меня в кармане Сейчас Сейчас Давай Матюшка Матюшка Да куда же я их засунул Матюшка Где же Да пусть сейчас А Сейчас А вот Вот это Ваши Один Сто тридцать Девять Девять Дробь Семь Отдел С Просто Глазам не верю Дорогой Вы Мой Я готов Вам за это Отдать Ну Не знаю Что Жена Да Душенька Да Принеси Коньяк И рюмки Ай Хорошо Господин Голов Вы даже Представить Себе Не можете Вы даже Вообразить Себе Не в силах Господин Полицейский Комиссар Ой нет То есть Простите Господин Начальник Полиции Полицейский Всего лишь Полицейский Господин полковник Полицейский По фамилии Голов Любезнейший Прошу Вы действительно Нашли документ Так точно Вот Тогда Тогда Вы пейте Благодарствую Прошу Прошу Славный Ничего Жестянка Мадам Осталась Осталась В участке Ничего не поделаешь Вещественные Доказать Ну это Пустяки Мы будем Обедать Мой дорогой Завтракать Обедать Ужинать Все сразу Я голоден Как волк Сейчас будут Твои любимые Кнедники Слушайте Как вам удалось Найти документ Ваше здоровье Господин Ваше здоровье Покорно Благодарю Господи Это же Это же Пустяковый Дело Не-не-не Ну кто же Кроме Андерлика Мог открыть Окно Кладочки Болотом Если Пеппик То сидит Интересно А если Например Ну Очистит Чердак Так это Специальность Хромого Тондра И Львовский Смотрите Ну а если К примеру Шпионаж А Ну Прошу еще Люмочку Пан Голуб Скорно Благодарю Шпионажем Мы не занимаемся А вот Кража бронзовых Дверных ручек Это пинкус А пивными кранами Занимается Бухта И Шлезингер Полиция Все известно Неужели Все А ну-ка Скажите Тогда Сколько Взломщиков Касс По городу Нет По республике Известное дело Двадцать шесть человек Трисот Да А шестеро Сидят Вот Сейчас сидят Подумать Только Премного Благодарю На Мне пора Ну там В одной лавке Отчистили Витрины Да ну что Надо этим заняться Ну ясное дело Это работа Клечки Или Рудла Да че С витрины Подождите Подождите Послушайте Вы оказали мне Услугу Да что вы И поэтому Я Хотел бы Видите ли Эти бумаги В них нет Ничего особенного Но Мне было бы Неприятно Если бы Они Пропали Понимаете Ну вот Здесь Пятьдесят крон Возьмите Пожалуйста Пятьдесят А ты крон Да 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 Пожалуйста Благодарствуй Только Это Не за что Перестань Такой Пустяковый Случай Не 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 Ну если я Понадоблюсь Господин полковник Пошлите в участок Пусть спросит Полицейского Голубя Хорошо Голубя Полицейского Голубя Хорошо Иди Иди К столу Карл Все Хорошо Что Хорошо Качается Да 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 Ну Ты знаешь Я дал ему Пятьдесят Крон Да Само собой Такому Болвану Хватило бы И двадцати Но Будем Великодушны Душенька Ведь Документ Нашелся Да Получил я Ребята За это дело От полковника Пятьдесят Крон И рад был Радешенек Кто же знал Тогда Что дело То вовсе Не пустяковое А ведь Надо же Ни статей Тебе В газете Ни прибавки К жалованию Ни повышений По службе Лучше бы Вы Не заводили Сегодня со мной Разговоры О преступлении Века Права Господин Вахмистер Господин Вахмистер Разрешите Доложить Ну Да вроде бы Преступление Ну Ну Обчистили Бокалейную Ловчонку На житной Улице Унесли Несколько Жестянок Больше Не успели Жестянок Жестянок А если Там Вот именно А если Там Я пошел Господин Вахмистер Может с вами Нет 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 Дудки Ребята Дудки Слава богу Преступление Произошло В мое дежурство Значит это Мое преступление Пошли Мразок Хозяин Ловки показал Что в жестянках Были макароны Так Разберемся Разберемся Что там В этих жестянках Разберемся Кто один раз Сумел Раскрыть Преступление Века Тот и второй Раз Не оплошает Вперед Мразок Вперед Вперед Вы слушали радиоспектакль Полицейские байки По рассказам Карела Чапека Автор инсценировки Тамара Иванова Режиссер Заслуженная артистка РСФСР Надежда Киселева Редактор Елена Ковалевская Роли исполняли Голуб Народный артист РСФСР Борис Иванов Мразок Артист Александр Толмачев Рыбка Артист Сергей Габриэлян Груша Артист Виктор Никитин Студент Артист Алексей Борзунов Поэт Артист Александр Дик Врзал Народный артист РСФСР Всеволод Ларионов Гампл Народный артист СССР Вячеслав Невинный Его жена Народная артистка СССР Вера Васильева Ассистент режиссера Яков Ромбро Звукорежиссер Альфия Кутуева Операторы Галина Зудкина Ирина Воронова Наталья Хабихожина Вера Кайнара Продолжение следует...